Сегодняшний выпуск информационной программы события полностью посвящен праздничным мероприятиям, которые прошли в дни празднования 90-летнего юбилея Славянского района. День рождения – праздник особенный, но а если это день рождения города и района, то и проходит он с особым размахом. Юбилейные торжества начались субботним утром 4 октября в городском Доме культуры. Побывали там и наши корреспонденты. Славянский район был образован в 1924 году как административная единица Кубанской области. Это район, где ощущаешь кровное родство с землей своих предков, где в праздники разливаются задушевные песни и живут трудолюбивые люди. Сегодня Славянскому району 90 лет. 90 лет исторического пути района – срок немалый. Менялась его территория, экономическое и социально-культурное развитие. Неизменным оставалось одно – отношение людей к своей малой родине. Именно жители сделали район таким, каков он есть. Настоящие славянцы, для которых этот малый уголок Кубани стал судьбой, общим домом, объединяющим людей разных поколений, характеров и взглядов в единое целое. Славянский район – заветный уголок родной Кубани. Богатый, плодородный, щедрый, ставший родным для 130 тысяч человек. Славянский район – это место широких перспектив и неограниченных возможностей. Город с богатым прошлым, интересным, настоящим и многообещающим будущим. Это отметил в своем приветственном слове глава Славянского района Роман Синеговский. Дорогие земляки, сегодня в этом зале собрались люди, чьим трудом, силами и талантом создан и вот уже 90 лет живет и развивается наш район. Созидательные дела в настоящем, уважение к прошлому и уверенный взгляд в будущее – это отличительные черты жителей Славянского района. Мы любим нашу малую родину и учим наших детей бережно хранить ее исторические традиции и духовные ценности, трудиться ради ее блага, жить в атмосфере мира и согласия, уважая друг друга. В день рождения принято принимать поздравления. Много теплых слов в адрес земляков было сказано заместителем председателя законодательного собрания Краснодарского края Виктором Чернявским. Он отметил, что сюда впервые попал 30 лет назад после учебы по распределению и до сих пор считает себя частицей славянской земли. Я перестаю гордиться тем, что это шум гордое имя Славянец. Сегодня работаю уже на краевом уровне, часто отвечаю на вопрос, о чем секрет стабильности людей по славянцам, я отвечаю секрет вопроса. Первое – это люди, потому что можно смело считать синонимами слова славянец, труженик, защитник, патриот, навага. В день рождения района и города Славянска-на-Кубани чествовали достойных жителей, тех, кто внес неоценимый вклад в его социально-экономическое развитие. Но самых первых – тех, благодаря самоотверженному подвигу которых мы имеем право на свободную и счастливую жизнь, приветствовали ветеранов Великой Отечественной войны. Участник Сталинградской битвы – почетный гражданин Славянского района Василий Васильевич Вертель. В прошлом году ему исполнилось 90 лет, и он, как никто другой, знает, каким был и каким стал наш город Славянск-на-Кубани. Дорогие мои, я строил Славянск, начиная с 1953 года. Я Славянску знаю прекрасно, все школы, все дома культуры, по совхозам, все строили мы, поэтому я в курсе дела. Это изменился город, то была деревня, а сейчас можно его считать краевым городом, не то что городом Славянска, чудес, за последние два-три года он резко прямо изменился, вы представляете, поэтому всем добра, счастья, здоровья. С особой теплотой земляки встретили Фёдора Даниловича Коваля, один из старейших сотрудников отрасли здравоохранения всей Кубани. В этом году ему исполнится 92 года, из них 61 год он дарует людям здоровье. И на этом торжественном собрании Фёдор Данилович удостоен почётного звания «Человек-легенда». В память о великом подвиге наших ветеранов, юные кадеты возложили корзину с цветами к вечному огню в парке 40 лет победы. Зрители стоя провожали школьников, отдавая дань уважения всем ветеранам Великой Отечественной войны, и ныне живущим, и всем, кого нет сегодня с нами. Дом, семья, добрые семейные традиции всегда были почитаемы в Славянском районе. За добросовестное выполнение обязанностей по воспитанию детей и вклад в укрепление семейных традиций медалью «Родительская доблесть» наградили семью Краснобородька – Евгения и Татьяну. Они – станица Анастасиевской, воспитывают 8 детей. На торжественном мероприятии присутствовали почётные гости – ветераны партийных и исполнительных органов власти разных лет. Каждый из них достоин уважения земляков за большой вклад в социально-экономическое развитие района. Каждое поколение славянцев вплетает свои судьбы в историю Малой Родины. На районной сессии совета было принято решение депутата районного совета Сергея Зайцева, который немало сделал на благо своей Малой Родины, удостоит звания «Почётный гражданин муниципального образования Славянский район». Мои заслуги перед городом и районом оценили. Оценили депутаты, оценили народ. И, наверное, я горжусь тем, что я вошёл в прияду замечательных, почётных граждан Славянского района, которые составляют костяк и славу нашего города и района. Наверное, для тех, кто живёт в городе Славянский, в Славянском районе, это великое счастье, это удача. Прекрасный город, прекрасные люди, прекрасная земля, прекрасный сам город, фонтанами, с парками. Я очень счастлив, что я здесь живу. Проходят дни, годы, десятилетия, сменяются поколения, люди творят историю района. В рамках торжественного собрания наградили победителей в номинации «Люди твои, гордость твоя, Славянский район». Среди них – женщина-рисовод, главный агроном общества с ограниченной ответственностью Анастасиевская Тамара Туриченко, ветеран труда Иван Петренко, нефтяник Иван Пескун, заслуженный строитель Кубани Пётр Яцков, отличник здравоохранения Иосиф Возный и другие достойные уважения гражданам. Берегут свой район и трудятся на его благо люди, награжденные в номинации «Человек своей земли». Среди них – Татьяна Титаевская, ветеран отрасли сельского хозяйства. Сегодня, находясь на заслуженном отдыхе, помогает воспитывать 11 внуков и 6 правнуков. Очень, девочки, торжественно. Я так сейчас плакать буду. Ну, очень радостно, рада я, что не забываете меня. Затем в номинации «Дом образцового содержания» пригласили на сцену жителей Славинского района, заботливыми руками которых дома и прилегающие к ним территории радуют и украшают улицы посёлков, хуторов, станиц. Один из награждённых – Владимир Куропятник, инвалид первой группы, но, несмотря на свой недуг, подаёт пример хуторянам, как нужно следить за порядком у своего дома. Меня устраивает то, что я с людьми общаюсь на улице, работаю с землёй, это всё приятно самому и людям. Можно жить и без ног, но иметь голову. И остальным желаю такого самого. Пусть даже будет какое-то несчастье, но надо пережить, и всё будет хорошо. В 1958 году станице Славинской был присвоен статус города, и сегодня он является районным центром. В рамках торжественных мероприятий празднуется и День города, которому в этом году исполнилось 56 лет. 90 лет нашему родному району для человека это много, а для района и города это только начало пути в века истории. И начало хорошее, жители прекрасные. Я думаю, поколение наше будущее в веках оценит тот труд, который сегодня мы с вами вкладываем в город и район. Основы экономики Славинска-на-Кубани составляют предприятия, перерабатывающие промышленности. Строительство, транспорта и потребительской сферы. Победителем в номинации «Лучшее среднее предприятие города» признано открытое акционерное общество «Маслосырзавод Славинский». Также определились победители в городском конкурсе «Лучший орган территориального общественного самоуправления». Славинск-на-Кубани стал судьбой для каждого из гостей торжества. Ведь город впитывает в свою историю именно тех, кто его с любовью прославляет своими добрыми делами. За каждым достижением, будь то производственным, культурным или спортивным, по кирпичику складывается статус города Славинска-на-Кубани, а значит и Славинского района. День за днём создаётся славная летопись нашей малой родины. Надежда Няткачева, Георгий Калинин, Александр Косицын, Константин Монастыренко. Программа «События».